Еще соведущего, соведущего, Людмилу Некановну Тульу, заслуженную артистку Содрухсборских сил России, ну и директору Параховщиковского центра культуры. Был такой знаменитый актер, который сейчас с нами нет, Параховщиков Александр Шаунович, с которым... Сотрудничаю. Микрофон, Галерия. С которым я многие годы сотрудничала и возила его фильм «Цензуру к памяти не допускаю» «Ван Флёр» на кинофестиваль «Нормандия». И еще хочу добавить, что нам в организации нашей поэтической пушкинской площадки помогает Галина Юрьевна Семенова. А наша и лауреат у нас в премии по номинации «Просветительская деятельность и подвижничество русского лада». Так что вы можете самой себе сразу вручить депутат. И сегодня у нас есть прекрасный повод поговорить во всей красе. Да, но сначала... А, вы хотите что-то сказать, да? Да. Пожалуйста. Спасибо. Ну, погода сегодня не подвела. И дождичек был, и солнышко. И это должно очень повлиять на наше настроение. Я смотрю, у всех улыбки, ни у кого нет грустного лица, все улыбаются. Поздравляю вас с праздником, с Днем Русского, нашего языка. И сегодня еще день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинский день. И вот то, что эти два праздника совместили в один, это будет очень здорово. Всех поздравляю с праздником. И желаю больших-больших творческих успехов. Галина Юрьевна, ваш диплом не забудьте. Поздравляю вас с праздником. Мужество пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под булев и мертвым лечь, и горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. На веки. Праздник русского языка. В мире по-разному сейчас относятся к нашему родному языку. Я должен понимать все языки. Я человек. Я свой среди людей. Но как мы друг от друга далеки, и как различные в хаосе идей. В речах никак не вразумили нас ни дьякон, ни мула и ни кюре. В молитвах, прозвучавших и не раз о братстве, всепрощении, добре, не сблизили. Мол, не пришла пора жить по законам мира и добра. Мы люди все, и вроде не глупы, но всем нам на планете не вдомек, что потому и разбиваем лбы, и вязь не в дебрях ни одной судьбы, а в миллиардах тропок и дорог. Быть может, всем на жесты перейти, как это происходит у немых. И кто другой за нас в земном пути придет к согласию в мире, как не мы. Кто эгоизм разрушит разных рас, кто сокрушит его не взрывом бомб, а в рас, без заверений громких фраз. Все уничтожит мировой опломб, и как один на языке земном всем миром, как один заговорят. Но был же эсперант языком, однако ж не пленил он всех подряд. Какой язык сегодня нужен нам? Язык, неоспутненный нищетой, и не сведенный к трем-пяти словам, не брошенный за жизненной чертой. Да, это вещий клад славянских слов, и сказок, и блин священных книг, корней, наречий, родовых основ, наш русский, вдохновляющий язык. Автор Валерий Петрович Аушев. Какой язык сегодня нужен нам?